Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу сделать обзор дебетовых карт различных банков. Дело в том, что мы, естественно, хотим дать банку поменьше денег, а взять от банка побольше денег. То же самое хочет от нас банк. Как мы можем дать банку поменьше денег? Ну, мы можем выбрать, во-первых, бесплатные карты или с минимальным обслуживанием. И мы хотим получить проценты на остаток, мы хотим получить кэшбэк от банка. И при определенных условиях мы оказываемся в хорошем плюсе. Вот. И этот плюс зависит от того, какую карточку мы выберем. И, опять же, комиссии мы можем минимизировать, мы можем платить бешеной комиссии банку, а можем ничего не платить. Теперь, что касается банков. Банки хотят от нас того же самого. Хотят с нас получить побольше и заплатить нам поменьше. Поэтому всегда есть компромисс. Каким образом банки с нас берут деньги? Банки с нас берут деньги за обслуживание. Вот. Банки с нас берут деньги комиссии. Они достаточно большие, бешеные. Вот. Сейчас мы это рассмотрим. Банки не хотят давать нам процент на остаток по карте. Банки не хотят, ну, кэшбэк. Банки получают деньги за каждую операцию, которую мы совершим, ну, скажем, в магазине за каждую операцию покупки. Но при этом платит магазин, а банки это стимулируют. И еще банки просто, если мы положили деньги на карточку, то банк эти деньги отдает кому-то в кредит. И, соответственно, он, если мы положили достаточно много денег, обслуживание может быть бесплатным. Вот. Но в этом случае банк просто с других берет деньги, не с нас. Вот и все. Банк деньги берет в любом случае. Итак, значит, сегодня я хочу рассмотреть несколько банков. Это Рокетбанк, Сбербанк, Открытие меня просили, Тинькофф и ВТБ Мультикарта. Сразу могу сказать, что, значит, у меня есть лично карты Рокетбанка, Сбербанка, Моментум имеется в виду, он бесплатный. Карта Банка Открытие у меня была, я от нее отказался, потому что это дорого. Карта Тинькоффа у меня есть, вы знаете, я ее очень люблю. ВТБ Мультикарты у меня нет и никогда не было. Вся информация взята с сайта банки.ру. Итак, обслуживание. Рокетбанк, безусловно, 0% обслуживания. 0 рублей 0 копеек в месяц и в год бесплатно. Сбербанк аналогично 0 рублей. То есть в этом смысле Сбербанк на высоте. Шикарный совершенно. Открытие. Вот именно тот вариант. Если мы совершаем покупок меньше, чем на 30 тысяч рублей, либо на счете открытия в среднем меньше, чем 30 тысяч рублей. Ну, мне девушка сказала, на конец месяца. На самом деле то, если больше, чем 30 тысяч рублей, то бесплатно. Если меньше, чем 30 тысяч рублей, это получается 299 рублей в месяц. Это очень дорого. Там, по-моему, другая карта была 100 рублей в месяц. Но все равно дорого. Я отказываюсь от таких карт, потому что, ну, нужна только одна карта, на самом деле. В моем случае это Тинькофф. То есть если есть открытие, например, то можно Тинькофф мне пользоваться. Вот. Тинькофф. Тинькофф тоже с условием обслуживания. У меня оно бесплатно, потому что он участвует в зарплатном проекте. Там тоже есть какое-то условие на минимальный вклад, либо минимальную сумму покупок. Я, честно говоря, не помню это условие. Надо смотреть. Просто оно у меня бесплатно. Меня это не интересует. ВТБ мультикарта. Тоже с условием. Сейчас скажу, какое условие. Я открыл сайт Банкеру. 249 рублей в месяц за обслуживание ПУ. Не знаю, что такое ПУ. Плата за подключение пакета возвращается по итогам первого месяца, а за обслуживание не взимается при выполнении одного из условий. Либо 15 тысяч среднемесячный остаток, либо 15 тысяч покупок. То есть, ну, а сумма покупок по картам в пакете от 5 тысяч рублей. Ну, как бы вот так. То есть, в принципе, может быть бесплатным вполне. Теперь далее. Процент на остаток. То, что банк платит нам. Рокетбанк с 9 июля снизил процент на остаток. Сейчас 4,5% на остаток. До этого был 5,5%, по-моему, процент. Сбербанк. Я не нашел процентов на остаток. По-моему, там 0. Открытие. Я не нашел процентов на остаток. Там 0. Тиньков. 6% на остаток. ВТБ мультикарта. До 6% там тоже при определенных условиях. То есть, меньше определенной суммы. Вот такой процент. Потом чуть больше. Потом чуть больше. И, по-моему, от 15 тысяч процент доходит до 6%. То есть, ВТБ, в принципе, как бы, ну, нормально. Теперь. Что мы еще получаем от банка? Это кэшбэки. Наши мои любимые кэшбэки. Вот. И они у всех разные. Разные условия. Вот. Смотрите. Рокетбанк. 1% на все. 5% на выбранные категории. Но. Что это значит? 1% на все. Кэшбэк начисляется рокет рублями. И он там накапливается. А забрать его можно, только компенсируя покупку от 3 тысяч рублей. То есть, мы можем забрать кэшбэк, только если накопим 3 тысячи рублей или больше. И покупка компенсируется полностью. То есть, мы должны, если у меня ровно 3 тысячи рублей, то я на 3 тысячи рублей ровно должен сделать какую-то покупку. Ну, в принципе, это возможно, теоретически. И вот, ну, 3 тысячи рублей, иди-ка накопить. Сбербанк. То есть, ну, в принципе, у Рокетбанка получается, что кэшбэк программа, скажем так, не очень интересная. Вот. У Сбербанка там баллы спасибо, там какие-то там, короче говоря, ну, полпроцента. Хуже всех, по-моему, у Сбербанка вообще. Вот. Открытие. 1% на все, 5% на выбранной категории. И, соответственно, там есть вариант карты по заправкам. Там вот 5%, это очень-очень здорово на самом деле. Вот. Это очень хороший вариант. Кэшбэк. Я про кэшбэк еще буду снимать видео. Вот. Тинькофф. Точно так же, как в Рокетбанке. 1% на все покупки. И 5% на избранные категории. Чем хорош Тинькофф? Тем, что никаких лимитов, ничего. Кэшбэк начисляется чистыми деньгами. Не надо ни какие-то, так сказать, покупки брать. Не надо ни у каких-то партнеров, какие-то скидки дурацкие. Ничего подобного у Тинькоффа нет. Тинькофф дает деньги просто наличными. Они переводятся на счет. Прямо на счет. Мне капают. Каждый месяц 100 рублей кэшбэка. Вот. Все. Значит, я их могу просто снять в банкомате. Ну, грубо говоря. Вот. То есть, чистыми деньгами. Куда хочу трачивать? Самая лучшая программа по кэшбэку. У Тинькоффа. Вот. ВТБ мультикарта. Значит, соответственно, там получается, что... Ну, то же самое. 1%, 5%. И там все не так хорошо. Соответственно, тоже какие-то условия. 1% при сумме покупок от 5 тысяч до 15 тысяч. 2% от 15 до 75 тысяч. И 4% от 75 тысяч рублей. Есть отдельные категории. Вот. Что я хочу сказать? Что, в принципе, здесь очень хороший вариант кэшбэка. У ВТБ мультикарты. Почему? Ну, 2% кэшбэка при сумме покупок от 15 тысяч рублей. Это очень здорово. Это очень здорово. Потому что... Ну, у меня, например, в Тинькоффе получается... Покупок я совершаю по карте где-то на 40 тысяч рублей в месяц. То есть, я стараюсь расплачиваться всегда картой. И, соответственно, ну, получается 2% у ВТБ мультикарты. У Тинькоффа 1%. ВТБ в этом смысле лучше. Ну, и, соответственно, опции, естественно, есть у ВТБ. Но, в ВТБ, смотрите, опция коллекция, начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно обменять один к одному на вознаграждение товара, услуги, сертификаты у партнеров бонусной программы. То есть, не чистыми деньгами, а только у партнеров. А что это за партнеры там выбирается? Список на сайте bonusvtb.ru или для оплаты услуг банка. То есть, банку же и отдать. Вот, там годовое обслуживание и так далее. Ну, вот так. То есть, понимаете, вроде кэшбэк привлекательный, но... Вот. Теперь дальше. То, что меня интересует больше всего, потому что я перевожу деньги банковским переводом на брокерский счет и обратно. Значит, RocketBank 0%. Условия есть условия. Это 5 раз в месяц. Не больше 5 раз в месяц я могу любую сумму перевести банковским переводом без комиссии. Ну, в принципе, для меня это достаточно вполне, потому что не так часто я перевожу туда-обратно. Вот. Ну, вот примерно так. Вполне устраивает, короче говоря. Сбербанк. Ну, и смотрите. Сбербанк. Полтора процента это если я перевожу из Сбербанка в другой банк. Ну, открытие, брокерский дом открытия имеет счет в Сбербанке. Поэтому, ну, в московском Сбербанке, естественно. Поэтому, если вы находитесь в московском регионе, то с вас, наверное, возьмут 0% за перевод на брокерский дом открытия на счет в Сбербанке. Во всех остальных случаях комиссия будет, и там мама не горюй. Ну, например, значит, смотрите, если вы находитесь где-то в другом регионе, вот, или там в брокерский дом открытия переводите филиал открытия, полтора процента, переводите 100 тысяч, грубо говоря, полторы тысячи отдаете банку. Поэтому лучше 0, чем полторы тысячи, согласитесь. Вот, теперь открытие. Ну, естественно, открытие. Так, тут написано полтора процента. Открытие сейчас гляну. Так, перевод. Ну, перевод, честно говоря, не нашел. Открытие. Тут написано полтора процента. Это неправда. Просто не знаю. Вот. Перевод из открытия в открытие, естественно, 0% это внутри банка. Независимо от того, где вы находитесь. Вот. Тинькофф, 0% по банковским переводам, всегда никаких ограничений. На любые банки по банковским реквизитам всегда, без всяких условий. Поэтому Тинькофф в данном случае лучший банк. Почему я ими пользуюсь? Потому что самая лучшая программа кэшбэка и самый лучший процент на перевод. Значит, ВТБ мультикарта данных я так же, как и с открытием, не нашел по переводу на банковские реквизиты. Ну, просто у меня его нет, а, так сказать, не нашел на банкеру. Не знаю. Снятие наличных нас интересует. Значит, смотрите. 0% независимо у Рокетбанка. 0% независимо от суммы, что важно, 5 раз в месяц. Независимо от суммы. Любая сумма абсолютно. Сбербанк. Смотрите, Сбербанк в сторонних банкоматах 1% минимум 150 рублей. Это грабительская комиссия, сразу могу сказать. Но в банкоматах Сбербанка вы можете снять бесплатно. Если вы находитесь в том же регионе, так сказать, ну, как правило, мы находимся в том же регионе. И банкоматы Сбербанка есть везде. Поэтому можно сказать, что, в принципе, снятие наличных 0 рублей 0 копеек. Но если вы заехали куда-то в другой регион, то все, значит, с вас 1% минимум, либо 150 рублей по-любому сдерут. Что такое 150 рублей, это намного больше, чем 1%. То есть, если вы снимаете, скажем, 5000 рублей, то с вас снимают 1% от 5000 рублей, это сколько будет? 50 рублей, да? Ну, с вас снимают не 50, а 150. То есть, 3%, понимаете, да? Вот, то есть, в смысле, снятие наличных Сбербанк катит только, если вы находитесь в своем регионе, там все нормально, 0% в банкомате Сбербанка. Все остальное лучше не соваться. Открытие. 0% в банкомате любого банка. Но до 5000 рублей в месяц, если сумма покупок составляет менее чем 30 тысяч рублей. То есть, если вы пользуетесь картой банка открытия постоянно, вот то, о чем я говорил, больше 30 тысяч рублей в месяц тратите, то 0% у вас будет до 150 тысяч рублей в месяц в банкомате любого банка. То есть, практически такие же условия, как у Тинькова, фактически, но при условии от 30 тысяч рублей, что, в принципе, достижимо. Вот, так, Тиньков. Снятие наличных 0% в банкомате любого банка при сумме от 3000 рублей, то есть, больше 3000 рублей. Но могу сказать по секрету, что банкомату любых банков дают ограничения, естественно. Значит, смотрите, у Тинькова Сбербанк дает не больше 5000 рублей по карте Тинькова. Некоторые банки дают там до 10 тысяч рублей, раньше давали. Сейчас, например, в банкоматах Бинбанка, Райфайзена, Альфа-банка можно снять. Ну, Альфа-банк обещает до 200 тысяч рублей, Бинбанк тоже обещает до 200 тысяч рублей. Реально давали 100 тысяч рублей. Вот за раз засовываю карту Тиньков, я недавно это делал, 100 тысяч рублей получаю. Да, Рокетбанк, значит, независимо от суммы вроде бы, да, но в банкоматах Рокетбанк, в банкоматах сторонних банков до 10 тысяч рублей можно снять по Рокетбанку. Я пробовал сам, вот лично бегал, значит, по банкоматам, снимал, пытался в Уралсибе, обещает любую сумму, но ни 50, ни 100, ни 150 тысяч не дал. Вот, соответственно, Райфайзен то же самое. Рокетбанк сказал до 10 тысяч в банкоматах сторонних банков. Мне пришлось ехать в открытие, чтобы снять 150 тысяч рублей. Открытие совершенно спокойно, ну, Рокетбанк это филиал открытия. Вот, ВТБ мультикарта, так, написано 0% при сумме от 5 тысяч рублей, при сумме покупок от 5 тысяч рублей. Комиссия возвращается в виде кэшбэк по итогам месяца. То есть, смотрите, вы снимаете в банкоматах сторонних банков при сумме покупок от 5 тысяч рублей по карте банка, это небольшая сумма, понимаете, да? То есть, если вы ее постоянно пользуетесь, вы наверняка это условие будете выдерживать. Но с вас комиссия возьмется и потом вернется в виде кэшбэка, а кэшбэк, как мы помним, у мультикарты можно вернуть только у партнеров. Это ограничение. Ну, пополнение, значит, Рокетбанк, условия есть на пополнение, там, ну, с карт других банков, там, банковским переводом и так далее. Не более пяти пополнений бесплатных. Вот. Ну, там есть какое-то условие, что любая сумма. Не более пяти раз в месяц, то есть, там, до миллиона, там, по-моему, можно за раз его пополнить. Вот. Имеет ли это смысл, не знаю. Вот. Пять раз пополнить. Сбербанк. Ну, естественно, Сбербанк есть всюду, поэтому я считаю, что 0% пополнения через просто банкомат Сбербанка, либо через кассу Сбербанка, здесь проблем не будет, то есть, не надо бегать в некие салоны, ну, Сбербанк есть везде. Открытие. 0%. Сейчас скажу. Ну, без ограничений по свободным реквизитам, то есть, банковским переводам, ну, 0%, короче говоря. Тинькофф, пополнение 0%, причем, если даже я перевожу с карты Сбербанка, например, я захожу Сбербанк онлайн, пытаюсь перевести на Тинькова, Сбербанк берет 1,5% за перевод. Вот. Если я захожу на сайт Тинькова, говорю, пополнить с карты Сбербанка 0%, но до 20, там есть ограничения, там, по-моему, до 300 тысяч можно пополнить в месяц Тинькова. Дальше 2%. Это надо помнить, это важно. Вот. ВТБ мультикарта, ну, просто у меня нет данных. Итак, значит, смотрите, друзья мои, что получается. Да, еще, как получить карту, возможность получения карты. Рокетбанк можно получить во многих городах, там, по-моему, 24 города, доставку осуществляют на дом. Сбербанк. Сбербанк мы получаем, ну, естественно, в любом городе есть Сбербанк, поэтому здесь проблем нет с получением. Ну, надо идти в банк, в отделение банка. Открытие. Так вот, открытие тоже доставляет карту. Тоже, так же, как и Рокетбанк, ну, во многие города. Тиньков доставляет практически всюду. Поэтому максимальная доступность карты у Тинькова. Почему я его и рекомендую всем? Потому что, ну, потому что меня люди смотрят в разных тьму-тараканях, и, соответственно, там нет ни открытия, ни Рокетбанка, есть только Сбербанк. Вот, но Сбербанк на открытие драконовские комиссии, поэтому я рекомендую Тиньков. Если у вас есть открытие, вам лучше открытие, либо Рокетбанк, если вы находитесь в крупном городе. Ну, открытие тоже, если вы находитесь в крупном городе. То есть, там вполне себе, если кому-то не нравится Тиньков, вот таких людей много, как выясняется. Но не меньше, по-моему, людей, которые, ну, которые владеют картами Тиньков, они все балдеют с этого. ВТБ-мультикарта, ну, наверное, в филиалах ВТБ, черт его знает. По-моему, по почте они не высылают. Вот, ну, какие итоги можно сказать? С точки зрения пополнения счета, с точки зрения, вот с моей точки зрения, да, самые лучшие банки для того, чтобы хранить деньги на фондовом рынке, а не в банке, это Рокетбанк, открытие, ну и Тиньков. Вот, Сбербанк мне необходим просто, потому что, ну, у большинства людей, у всех людей есть Сбербанк, у всех людей, поэтому, если люди хотят мне что-то там заплатить, там, или как-то перевести, то, ну, конечно, я просто вынужден иметь карту Сбербанка, и она у меня есть, естественно. Ну, Рокетбанк бесплатный, и... Почему я взял Рокетбанк? Ну, скажем так, я всегда говорил, что на карте нельзя хранить большие деньги, и поэтому, вот, ну, если там куда-то собираешься за границу или еще что-то, какие-то стрёмные места, то лучше дать там карту такую, на которой никогда не будет много денег, вот, и которые оперативно можно пополнять, ну, в частности, вот, Рокетбанк. Например, я собираюсь ехать за границу, пожалуйста, для расчетов за границей очень даже подойдет Рокетбанк. То есть я могу, находясь за границей, с открытия, с брокерского счета перевести деньги на Рокетбанк оперативно. Они там пришли у меня буквально за 15 минут, капнули на Рокетбанк, потому что он входит в группу открытия, и, соответственно, пользоваться. А там, за границей, бывают всякие нехорошие люди, вот, которые могут, ну, увести данные карты и как-то попытаться воспользоваться ими. Такие случаи бывают у людей. То есть в целях безопасности, конечно, лучше иметь много карт. Ну, я надеюсь, что этот обзор был полезен. Оставайтесь на моем канале, будет интересно. Следующее видео про ноты, наверное, будет. До встречи, с вами был Демитков Юрий.